Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Честное мнение» в студии Тимофей Обухов и Светлана Ладина. Сегодня 27 января 2014 года. Ни о чем другом, я думаю, невозможно говорить в нашей программе, как о памяти о Великой Отечественной войне. Сегодня мы отмечаем 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Правда, я читала где-то, что блокадников не очень устраивает вот это выражение снятия блокады Ленинграда, полного освобождения Ленинграда от осады немецко-фашистских захватчиков. Так или иначе, эта тема ставит перед нами следующие вопросы. Как нам сохранить память о Великой Отечественной войне? Как передать ее будущим поколениям? Звоните нам по телефону 379-65-70, код города 343, пишите ВКонтакте и на Фейсбуке. Тимофей сегодня провел замечательную, с моей точки зрения, утром программу «Четверть часа». Она была вся посвящена блокаде Ленинграда. В течение дня мы читали стихи о блокаде. То есть вот очень фундаментальная была проведена подготовка, ну, насколько это возможно, простите, не хвастаюсь. То есть, Тимо, вот из всего, что ты узнал о блокаде, готовясь к этому эфирному дню, что больше всего тебя поразило? Больше всего меня, конечно же, поразила поэма ленинградская. То есть, особенно вот слова, которые мне удалось зачитать, ну, по крайней мере, те строчки, которые описывали, как водитель на дороге жизни остановился из-за неполадки автомобиля на большом, сильном морозе. И вот это же описание того, что происходило на самом деле, когда руки не могли ничего сделать. Пустяк, сломалось что-то, нужно было всего лишь подкрутить, там, переставить. А руки от мороза настолько замерли, что даже не двигались. То есть, он свои обмороженные руки согревал? Да, согревал тем, что облил бензином и поджег их, чтобы успеть за вот эти несколько, там, десятков секунд исправить автомобиль и поехать на нем в Ленинград, чтобы доставить две тонны хлеба для 16 тысяч матерей. Да, чтобы привезти хлеб в голодный город. Причем, очень важно, что Ольга Федоровна Бергольц писала эти строки, будучи именно там. Да, совершенно верно. Кстати, готовясь к программе и четверти часа, и к окнам. Выход от ведущего дня в эфире. Да, точнее, так, наверное, будет сказать. Спасибо большое. Есть вот такая информация, которую я прочитал в интернете, интересную, о кошках. Точнее, вот о породах кошек, которые впоследствии снова завезли в Ленинград уже после войны. Из-за того, что там много крыс развелось, нужно было как-то с ними бороться. И вот там говорилось о том, что со всей страны в два таких вот захода собирали кошек и из Сибири, и из Ярославской губернии. И привозили, то есть привозили их в Ленинград и отдавали, продавали людям. И вот там приводилась цифра, что стоимость кошки доходила до 500 рублей при зарплате дворника или инженера, я точно не помню, может быть, сейчас совру, 120 рублей. То есть 6 или 5 зарплат кошка стоила, вот так вот ценились. И вот современные кошки Ленинграда, Санкт-Петербурга, это выходцы из... Потомки тех самых, которые спасали город от крыс. У нас есть звонок. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, ваше имя, отчество, откуда вы звоните? Новосибирская область, Исоева Раиса Ивановна. Раиса Ивановна, слушаем. Я очень волнуюсь, наверное, точно так же, как и вы, поскольку тема, поднятая вами, она очень, ну, волнительна для всех, для нас. Что бы хотелось сказать? Хотелось бы сказать, мне кажется, что для того, чтобы вот память о Великой Отечественной войне, о тех жертвах, о всем том, что было пережито, чтобы сохранить ее, мне кажется, нужно больше использовать форму художественного творчества. Например, нужно больше показывать документальных фильмов. Мне, например, очень больно было, когда в прошлом году в пятом классе у моего внука не было урока мужества. Это, ну, недалекое время это было просто как-то еще просто нереально, а вот почему-то это случилось. Мне кажется, нужно больше создавать хороших художественных фильмов и показывать вот из того золотого фонда, который уже у нас существует. У нас есть замечательные фильмы, только, может быть, нужно больше это, чаще нужно показывать. Наверное, можно больше просто проводить каких-то бесед просветительских, может быть, даже. Ну, на уровне, наверное, школы все-таки прежде всего. Вы меня простите, я очень волнуюсь, если я говорю сумбурно. Мой батюшка участвовал в освобождении Ленинграда, уже почил. Ну, а вас я благодарю за то, что вы вот такие неравнодушные подняли эту тему. Спасибо вам большое. На самом деле, да, и, конечно, уроки в школах. Я помню, что в ту пору, когда я была школьницей, тема Великой Отечественной войны, она просто вот красной нитью проходила. И через многие предметы, ну, начиная там с истории литературы, и, в принципе, через какое-то воспитание. Вот об этом же Александр Зотов, кстати, пишет, о том, что неплохо бы, побольше бы уроков в школах, высших заведениях, открытых часов на работах. Еще надо буквально постоянно заставлять людей читать. Не знаю, как взрослые, но младшее поколение лениво насчет чтения, а также... Как заставлять читать-то? Это ведь вот... Вот еще, как вариант, чаще организовывать экскурсии по местам боевой славы. Вот это да. Вот это да. Кстати, по поводу экскурсий. Совершенно потрясающее впечатление производит Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге и музей, который там есть. Расскажу после того, как крыльный звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире. Представьтесь. Добрый день. Игорь Бракиньков. Город Серпухов, Московская область. Слушаем вас, Игорь. В одной из ваших программ прозвучало, что накануне освобождения Ленинграда от блокады местному архиерею православному нашему было введение во сне святой равноапостольной нимб просветительницы Грузии. И был совершен молебен. И действительно, вот через день-два, как раз ее, так сказать, дню памяти, это событие произошло. Я считаю, что вот такие вещи тоже нужно каким-то образом освещать, чтобы люди больше обращались к Богу и нашим святым. Спасибо. Спасибо вам. Да, и очень важную тему вы подняли. Они тоже обязательно мы должны сказать. Так вот, сначала о музее на Пискаревском кладбище. Совершенно потрясающее впечатление производит дневник Тани Савичевой. То, о чем мы все наслышаны, но когда вот это видишь вживую, вот эти вот странички, исписанные детским почерком, и совершенно потрясает то, что девочка, записывая даты смерти близких, она может написать «Женя умерла», «Лёка умер», но когда умирают два самых близких ей человека, дядя Лёша и мама, она не может написать вот это слово «умер» или «умерла», то есть там «дата» и «мама». Это настолько пронзительно, и если дети это увидят, да и взрослые, ну, я думаю, что не поднимется рука рисовать свастику на подъезде возле дома. У нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день, Тимофей. Добрый день, Светлана. Здравствуйте, Евгений Николаевич. Александрович. Евгений Александрович, да. Слушаем вас. Мой дед прошел войну всю, с 1941 по 1945 год. Но я когда его расспрашивал, что в детстве о войне, он мне никогда ничего не рассказывал, его не допросишься. Но когда он рассказывал, все, что он рассказывал, в корне отличалось то, что я видел в фильмах и в пропаганде государственной. Абсолютно разница. Поэтому, чтобы помнить о войне, я и помню до сих пор, что он рассказывал. Нужно говорить правду, а не пропаганду вести и приукрашивать все. Это во-первых. А про Ленинград еще могу дополнить. Мой дед, как раз, между прочим, никогда не одевал ордена и медали, чтобы он получил. Никогда. Он их не носил. Ни на Парад Победы, никогда. Это принципиально. А во Ленинграде, между прочим, верхушка партийная отлично себя чувствовала. И икру ели, и все. А люди голодали. Вот в чем суть войны. Сердитое ваше честное мнение. Ну, в любом случае, спасибо. Так вот, предыдущий наш зритель, Игорь, который звонил, да. Вот тоже мы обсуждали это за эфиром. Вот смотрите, когда читаешь о плакате Ленинграда, очень мало сведений о том, редко можно встретить эти сведения, о том, что в городе действовали храмы. А служили там старенькие священники, потому что молодые-то были либо в Красной Армии, либо в дружинах ПВО. А старенькие-то эти батюшки. Какая пайка была хлеба им положена? Ведь они не были рабочими, они не были советскими служащими. Что они ели вообще? И вот они служили божественную литургию, служили молебны, отпевали, а отпевали сотнями. И Пасха, Пасха в блокадном Ленинграде, когда люди несли для освящения не куличи, а вот эти вот 125-граммовые, 250-граммовые кусочки хлеба, который был из муки и клея. Вот это, наверное, самое потрясающее, что только может быть из ряда самых пронзительных, самых таких вот потрясающих фактов, которые тоже нельзя забывать. И митрополит Алексей Семанский, будущий патриарх Алексей Первый, ведь ему предлагали эвакуироваться из блокадного Ленинграда, чего он не сделал, и остался там, и пережил все ужасы блокады вместе со всеми. У нас звонок. Да, принимаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Галина Затунская, из Кубская область, поселок Петлок. Очень приятно. В нашем поселке был детский дом, и во время блокады, после блокады уже, вывозили сюда детей. И вот у нас осталось много воспитанников детского дома, среди них Хюлинин Алина Яковлевна. Так вот она подарила нашей школе реликвию, это солдатский котелок, который подарил ей один из солдат, который, когда их вывезли с Ладожского озера, он подарил солдатский котелок детям, и они его пронесли через всю жизнь. Так вот я думаю, что вот такие реликвии надо собирать для всех нас в память об этом героическом городе и людях. Спасибо большое. Вопрос авторских прав всегда здесь встает, но, может быть, он решаемый. Александр Медведев пишет, хотел бы просто низко поклониться всем защитникам Ленинграда. Ваш подвиг в истории, в сердцах людей будет жить вечно. Вечная память умершим, здоровье и счастье живущим ныне. Александр, присоединяемся к вашим словам. Валентина Севастьянова еще пишет, здравствуйте. Думаю, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне, нужно начинать со своей семьи. Родители об этом должны рассказывать своим детям, внукам, чтобы память не погасла. Ну, преемственность. Очень важно, потому что мы все больше как-то говорим сейчас о том, что школа должна, что должны телеканалы, что должно государство. Но если мы в семьях не будем хранить эту память, если мы не будем садиться с гитарой и не будем петь вместе с детьми военные песни, если мы не будем читать им стихи о войне, не будем вместе смотреть фильмы, которые можно найти, если не на телеэкране, то в сети интернет, замечательные фильмы, и не будем обсуждать это, то тогда, что бы ни делала школа и государство, все это может оказаться впустую. У нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните? Тамара Николаевна, Каменск-Уральский. Слушаем, Тамара Николаевна. Мне хочется вот рассказать, извините, наверное, буду плакать, про своего отчима. Он прослужил с первого дня до последнего, и всю блокаду провел в Ленинграде. Он никогда не рассказывал нам об этом, никогда, абсолютно. И только когда он заболел, в последнее время, он не помнил имена моих детей, внуков своих. Но всегда помнил блокаду, сидел и плакал крупными слезами, текли слезы. Рассказывал про эти 125 грамм хлеба, и как они спали на болотах, на ветках еловых. Еще рассказывал вот такое. Нам давали по 125 грамм, и вот некоторые съедали сразу этот кусочек, и все, в течение дня они уже не касались. Некоторые тянули на весь день потихонечку, по крошечкам съедали. А некоторые вот ложились, говорят, спать ночью на это болото, и вот слышно хрум. Кушают этот кусочек, доедают. И только уже после смерти его узнали, что он награжден, он пехоте служил, двумя орденами славы. А всего для пехотинцев, их только награждали родинами славы, славы пехотинцев, всего, чтобы быть кавалером полным, три нужно было ордена. Он заслужил два. Ни разу не был контужен, не был ранен. У него очень верующая была мама. И я считаю, что она молилась за него. Хотя это мы не знаем, это сейчас вот мои уже догадки просто. Вот такая судьба у моего отчима. Царство ему небесное. Тамара Николаевна, огромное вам спасибо за звонок, за это свидетельство. Ну, я думаю, что это такая очень достойная концовка нашей программы. Говорить об этом можно бесконечно, и нужно говорить об этом. Мы будем обязательно возвращаться к этой теме. Ну, вот сейчас наше время в эфире закончилось. Мы благодарим сердечно всех участников этого разговора. С вами были Тимофей Обухов. И Светлана Валю. И программа «Честное мнение». Даст Бог, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok